Здравствуйте! Мы продолжаем изучение ранней средневековой, ранней христианской философии. На предыдущих занятиях мы говорили о проблеме отношения к философии, к античной философии, как она решалась во II веке. Мы увидели, что были как сторонники античной философии, стремившиеся использовать её лучшие образцы для проповеди и понимания христианства, такие как Иустин философ, как Климент Александрийский, но были и противники философии, считавшие, что философия только лишь уводит человека от христианства и создаёт различного рода ереси. Представителями такого подхода были ученик Иустины философа Татьяна, оппонент Климента Александрийского, и прежде всего Гностиков, Тертулиан и другие. А теперь посмотрим, какова же была ситуация в III веке. В III веке перед церковью возникают новые проблемы, возникают серьёзные ереси, такие как ересь Аполлинария, ересь Ария. Этим ересям нужно было дать серьёзный отпор. И философия в данном случае оказалась полезной. Однако новый взгляд на философию пришёл, опять же, из Александрии, пришёл в виде не самого почитаемого философа и богослова. Более того, даже осуждённого на V Вселенском соборе философа и богослова речь идёт об Оригене. Но давайте ознакомимся с его учением. Что же в нём так оказалось полезным, что помогло христианскому богословию решить многие поставленные в это время проблемы, а с другой стороны, злоупотребление, увлечение философскими идеями привело Оригена к различным неправильным и даже еретическим положениям. Ориген родился в 185 году в Александрии, родился в семье весьма православной. Более того, во время очередных гонений отец Оригена, Леонид, умер мученически. Молодой Ориген также стремился пострадать за Христа, но мать не разрешала ему и даже, как говорят, прятала одежду, чтобы он не вышел на улицу и не схватили его противники христианства. Когда Ориген подрос, он в Александрии поступил в школу Климента Александрийского, где, по всей видимости, проявил все свои способности, поскольку после отъезда, во время очередных гонений Климента из Александрии, Ориген возглавляет эту школу. Вначале он преподает сам все науки, в том числе и так называемые свободные науки. Затем у него появляются способные последователи, ученики, которым он передает право преподавания наук светских, сам же сосредотачивается более на богословских вопросах. Ориген поражал всех своей твердостью. Его даже прозвище получил «алмазный», то есть по-гречески «адамант» или «адамантий». Его звали «железным человеком», поскольку никакие гонения, никакие преследования, никакие угрозы не могли сломить волю Оригена, не могли отвратить его от пути настоящего христианина. Мы знаем, что Ориген учился у Аммония Саккаса вместе с плотином. Есть, конечно, сторонники считать, что этот Ориген, который упоминается у Порфирия в жизнеописании плотина, это другой Ориген. Но, например, такой великий церковный историк, как Василий Васильевич Болотов, в своей работе «Учение Оригена о Троице» однозначно заявляет, что это тот самый Ориген. Иначе объяснить многие совпадения учения Оригена и плотина было бы весьма сложно. В 231 году Ориген уезжает в Палестину, где вновь создает свою школу. Правда, там у него возникают сложности в отношении с местным священноначалием, но мы не будем этого касаться. И заметим лишь, что Ориген подтвердил свое прозвище «Адамантия». И во время очередных гонений Оригена схватили, подвергли страшным пыткам. Но Ориген не отказался от Христа. Его отпустили. Но пытки нанесли столь тяжелый урон его здоровью, что в 254 году в Тире, это на территории современного Ливана, Ориген скончался. Ориген был действительно очень трудолюбивым человеком. Его ученики просто любили. Например, как пишет о нем святой Григорий Неокисарийский в своем похвальном слове «Оригену», которое он произнес тогда, когда он закончил эту школу и вынужден был уезжать. По внешнему виду и по общему мнению, Ориген – человек. Но для тех, кто может проникать своим взором в глубины его внутренних качеств, он уже наделен высшими преимуществами, которые приближают его к божеству. И святой Григорий возносит благодарение Богу за то, что ему даровано встретиться со столь великим мужем. Ориген написал огромное количество работ. Его работоспособность действительно поражает. Знаменита, не дошедшая, к сожалению, до нас работа, получившая название «Гегзаплы». Гегзапл, гекса, шесть. То есть это свод шести различных текстов Ветхого Завета. Два текста на еврейском языке с огласовками и без, и четыре различных перевода. Кроме знаменитого перевода семидесяти толкователей, Ориген включает еще три перевода, выполненные позднее. Кроме этого, Ориген написал комментарии практически ко всем книгам священного писания. Комментарии бывают у него раз-два уровня. Бывают небольшие пометки, так сказать, с холи, а бывает серьезное толкование на священное писание. При этом Ориген пользуется, опять же, александрийской методикой, введенной еще Оригеном и его учителем Климентом Александрийским. Но Ориген не отказывается, естественно, и от буквального понимания священного писания. Так что он выделяет в священном писании три уровня, называя их, соответственно, телесный, душевный и духовный. Телесный – это буквальное понимание книг священного писания. Все эти события, утверждает Ориген, действительно имели место. Но каждое из этих событий имеет и некоторый душевный смысл, то есть его можно воспринимать как нравственный урок для человека. Но и духовный смысл также в нем присутствует. Духовный – это аллегорическое понимание. А в каждом моменте можно найти ссылку на какое-нибудь более глубокое, духовное, понимаемое благодаря философии, понимание священного писания. Кроме этих текстов Оригену принадлежат и две работы более философские. Вообще в комментариях к священному писанию таких вот грубых ошибок у Оригена не находят. Немногие из комментариев дошли до наших дней. Причиной этому именно то, что Ориген впоследствии был осужден как еретик, а работы еретиков, разумеется, не переписывались. Но все-таки многие работы Оригена дошли до нас. Следовательно, не все, наверное, были согласны с таким резким осуждением Оригена. Тем более, что в комментариях к священному писанию Ориген не позволял себе грубых ошибок, как не позволял себе и в работе против Кельса. Кельс – это римский язычник, который выступал против христианства. Ориген собрал его аргументы, написал книгу, в которой эти положения опровергает, доказывая, что именно христианство лучше всего соответствует истине, потому что философия, сама философия подтверждает истинность христианства. В работе против Кельса мы также не найдем особых ошибок. Практически все ошибочные положения Ориген высказывает в своей, наверное, самой знаменитой книге о началах. К философии у Оригена отношения, как мы уже сказали, достаточно теплые, может быть, даже излишне теплые. Философия полезна для того, чтобы помочь нам понять христианство. Ведь, как пишет Ориген в работе против Кельса, христианское учение отдает предпочтение тому, кто принимает истинные веры после разумного и мудрого исследования, а не тому, кто усваивает их только простой верой. Такое исследование поможет человеку укрепить свою веру. «Ведь если мудрость есть знание вещей божественных и человеческих», продолжает Ориген в работе против Кельса, «то тогда ни один поистине мудрый человек не отдалится от слушания наставлений христианина, поучающего о тайнах своей веры. И философия не будет служить ему в этом случае препятствием и не введет его в заблуждение. Ведь не истинная мудрость, а незнание ведет к заблуждению. В мире ничто так неустойчиво, как знание и истина. Эти две дочери мудрости. Знание и истина, философия и христианство, обе они ведут нас к истине. Поэтому о каком противоречии между ними может идти речь? Философия помогает нам вскрыть тот глубокий духовный смысл Священного Писания. Философия помогает нам более глубоко понять Бога. Ведь просто даже размышляя, человек приходит к выводу о существовании Бога. И даже более того, может идти дальше и делать выводы о том, каков же Бог. Ведь по общему признанию Бог совершенен. А если Он совершенен, то Он, разумеется, не изменен. Ведь если бы Бог изменялся, то Он или ухудшался бы, тогда Он перестал бы быть совершенным, или улучшался бы. Но куда Ему улучшаться, ведь Он и так совершенен. А если Бог не изменен, то, соответственно, Он нематериален. Потому что все материальное изменчиво. Далее, Бог не может быть телом, потому что материальное изменчиво. Тела состоят из материи. Они как раз и обладают временным существованием. Они исчезают, поскольку они могут быть разделены на части. Ведь они состоят из частей. Бог же нематериален. Он вечен, следовательно, поскольку Он не состоит из частей. Поэтому Он прост и неизменяем. Мы помним, эти аргументы предлагал Платон и Платин, также в отношении учения о душе. А мы видим, как Ориген предлагает эти же аргументы к учению о Боге, опровергая и учение Платона, который был все-таки, хотя и утверждал существование мира идей, но о Боге в христианском понимании этого слова, конечно же, Платон не говорил. Далее, если Бог совершенен, то Он есть начало-начал. И поэтому Он прост. Ведь если бы Он состоял из каких-то частей, Он не был бы простым. Тогда эти части были бы началами Бога. То есть Бог состоял бы из частей, эти части как бы над Ним главенствовали. И тогда получается, что Бог не был бы началом. Он бестелесен. А что может быть бестелесным? Бестелесным является ум. Поэтому, если Бог является началом, то Он началом является как ум. Здесь, конечно, можно вспомнить Аристотеля, у которого Бог тоже является умом. Но Аристотель ограничивает Бога только лишь умом. А у Регена Бог полнота совершенств. Следовательно, Он не может быть только умом. Он должен быть и источником ума. Он должен включать в себя всю полноту совершенства, а не разделяя эти совершенства на три уровня, как это было у Платина. Одно совершенство – это единство. Другое – это ум, который в себе уже разделяется. Третье – это душа. Бог, конечно же, в определенной степени представляет из себя некоторое множество, но множество не нашего телесного мира. Бог состоит из ипостасей. Точнее, Бог является тремя ипостасями одновременно. Это Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух, а не единая ум и душа, как об этом писал Платин. Но, тем не менее, признавая единство всех трех ипостасей, кстати, отметим, что термин ипостась, который ввел Платин, Ориген применяет для обозначения уже лиц Пресвятой Троицы. Но все-таки некоторое заимствование из платиновской философии у Оригена мы также видим. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух, хотя и единосущны. Конечно, Ориген еще не использует этот термин. Термин единосущие появляется лишь в богословии отцов-каппадокийцев, которые сами признавали свою зависимость от философии Оригена. Но, тем не менее, Ориген понимал, что все три ипостаси равны, но и одновременно не равны. Ведь не случайно одна из них названа Богом Отцом, а другая Богом Сыном. То есть все-таки Сын как-то меньше, не по сущности, но по значению, по той роли, которую Он играет в нашем мире. Ну и Святой Дух, конечно же, также имеет меньшее значение, чем Бог Отец и Бог Сын. Вот как, например, святитель Василий Великий пишет в своей работе о Святом Духе. Ориген – человек, не во всем имеющий совершенно здравые понятия о Духе. Однако же и он, уважая силу обычая, на многих местах оставил благочестивые речения о Духе. В отношении Бога Ориген продолжает дальше рассуждать о рождении Богом Отцом, Бога Сына. Бог Отец – это, собственно, Бог. Его Ориген называет сущим, как об этом сказано в Ветхом Завете, в книге Исхода, монадой, благим и так далее. Именно Бог Отец – самодостаточен, неизменяем, вечен, внепространственен, блажен, существует вне времени. О Нем даже нельзя сказать, что Он был всегда, потому что Он по природе своей превосходит всякую мысль о времени. Это именно Бог Отец. О Боге Сыне же Он говорит как о рожденном, правда, рожденном вне времени. Ведь у Бога всегда сегодня, потому что для Него нет вечера, а я думаю, что у Него нет и утра. Но все, если можно так сказать, время, равное по продолжительности с Его безначальной и вечной жизнью. Есть для Него один сегодняшний день. Интересная мысль, совершенно правильная. И однако удивительно будет увидеть впоследствии, как Ориген произносит совершенно противоположную этому мысль в работе о началах. Рождение Отцом, Богом Отцом, Бога Сына, есть вечный процесс. Поэтому Бог не может не рождать Сына. Потому что тогда это было бы изменением в Боге. А Бог вечен, Бог совершен. Поэтому в Нем не может быть изменения. Он не может, как человек, когда-то родить Сына, а когда-то уже перестать хотеть или перестать мочь рождать. Нет, Бог всемогущ, совершенен. Поэтому рождение Богом Отцом, Бога Сына происходит в вечности. Но предположение другого было бы просто нелепо и более того, нечестиво. А вот в учении о сотворении мира, которое Ориген излагает в своей книге о началах, вот там как раз и находятся те положения, которые потом будут анафематствованы и которые вызывают у многих благочестивых христиан недоумение. Во-первых, положение, которое очевидным является для любого христианина. Мир сотворен из ничего. Но это очевидно, опять же, это вытекает из самого понимания Бога. Если Бог совершен, то есть всемогущ, то и творение мира может быть только из небытия. Иначе мы должны были бы признать, что материя совечна Богу. То есть было бы тогда два равноправных начала, что совершенно невозможно. А поскольку Бог не может не творить, ведь он же не человек, который иногда устает от своего творчества, иногда не хочет творить, представить себе такое о Боге, о всемогущем, о благом Боге невозможно. Поэтому Бог творит мир всегда. А как же тогда быть с нашим учением о сотворении мира, которое описывается в Ветхом Завете? Ориен отвечает. Бог творит. До этого другой мир. Вообще он постоянно творит. Ведь иначе он не был бы творцом когда-то. А это немыслимо себе представить. Поэтому до нашего мира Бог творит другой мир. Каким был этот мир? Хуже или лучше? Нельзя себе даже представить. По моему мнению, пишет Ориен, невозможно и то, чтобы мир был восстановлен во второй раз в том же самом порядке, с теми же самыми рождениями, смертями и действиями. Здесь явный выпад в адрес стоиков. Миры могут существовать только различные, со значительными переменами. Так что состояние одного мира, вследствие каких-либо известных причин, бывает лучше. Состояние другого мира по иным причинам хуже. Состояние же третьего мира еще по иным причинам, оказывается средним. Но каково именно число и состояние миров? Этого, признаюсь, я не знаю. Если бы кто-нибудь мог показать, я охотно получился бы этому. Странная мысль, да, согласимся. В одном случае Бог вечен, и поэтому не подчиняется временным законам. А здесь явно Ориен говорит совершенно противоположную мысль. Бог не может не творить. Он как бы существует во времени. И поэтому он подчиняется времени. И поэтому как бы вынужден творить постоянно. Явное противоречие с тем, что он сказал в предыдущем толковании на Иоанна, когда он говорит о рождении Богом, Отцом Бога, Сына. Хотя интересно, что в анафематствованиях на Пятом Средском Соборе это учение о сотворении различных миров Оригена не было осуждено. Продолжает Ориген объяснять, почему творение мира вечно. Ведь нечестиво и вместе с тем нелепо называть природу Божью праздной или неподвижной, или думать, что благость некогда не благотворила, и все могущество когда-то ни над чем не имело власти. Мы скажем, что Бог впервые начал действовать не тогда, когда сотворил этот видимый мир. Но мы верим, что как после разрушения этого мира будет иной мир, так и прежде существования этого мира были иные миры. Можно даже так сказать, что концепция мультимиров, которая предлагается некоторыми современными физиками в качестве такой интерпретации теории Большого Взрыва, можно сказать, она в каком-то варианте предварительном, можно найти ее даже и о Ориген. Сотворение мира не вызывало у отцов Пятого Вселенского Собора такого негодования, как вызвало его Оригена, то есть учение о душе. С одной стороны, учение о душе опирается на Платона. Это, правда, не вызвало потом последствий негодования. С платоновским учением о душе будут согласны очень многие последующие отцы церкви. Для Оригена это вполне очевидно, что душа бестелесна. Душа бестелесна, поскольку, ежели кто самый ум и душу считает телом, возражая он стоиком и сторонником стоицизма, христианским богословом типа Тертулиана, то я желал бы, чтобы он ответил мне, каким образом ум воспринимает понятия и доказательства столь великих, трудных и тонких вещей. Откуда в нем сила памяти? Откуда созерцание невидимых предметов? Почему телу присуще понимание вещей бестелесных? Каким образом телесная природа углубляется в изучении искусств, в рассуждении о вещах и в познании причин? Почему она может знать и понимать божественные догматы, которые очевидны, бестелесны? Здесь ориген с очевидностью принимает мысль о том, что подобное познается подобным. Если мы глазами видим изменчивый материальный мир, поскольку наши глаза материальны, то должна быть определенная и составная часть человека, предпоследствием которой мы видим умопостигаемые сущности, невидимые предметы, которыми занимаются искусство, наука и божественные догматы, в том числе и самого Бога, мы можем понимать. Ведь только если душа бестелесна, только как некоторая умная или умопостигаемая природа. Но вот когда ориген начинает размышлять о творении душ, вот здесь он слишком увлекается платоновским учением. Согласно оригену, душа существует раньше, чем существует тело. В этом начале Бог сотворил такое число разумных или духовных тварей, или как бы не назвать те твари, которые мы наименовали выше умами, сколько, по его предведению, могло быть достаточно. Несомненно, что Бог сотворил их, наперед определивши у себя некоторое число их. То есть Бог сотворил определенное количество душ. А что отсюда вытекает? Вытекает переселение душ. Чисто платоновское, но совершенно не христианское учение. Здесь, конечно же, ориген не будет принят христианским учением. И за это на Пятом соборе вселенском его учение будет отвергнуто, как грубо платоновское учение о предсуществовании душ и о их переселении. Души, которые Бог творит, он творит совершенными. То есть свободными. Но поскольку они свободны, они должны стать еще более совершенными. Или, как это объясняет оригент, Творец предоставил созданным им умам произвольное и свободное движение. Конечно, для того, чтобы добро было собственным их добром. В том случае, если оно будет сохраняться по собственной их воле. Но леность и нерасположение к труду в деле сохранения добра, а также отвращение и пренебрежение к лучшему, положили начало отступлению от добра. Отступить же от добра означает не что иное, как сделать зло. Ибо известно, что зло есть недостаток добра. С одной стороны, здесь ориген совершенно справедливо и правильно использует понятие зла как недостаток добра. Он совершенно справедливо указывает на то, что Бог творит души несовершенными абсолютно. Потому что абсолютно совершенным является только лишь Бог. Поэтому человек, точнее умы, как пишет об этом ориген, сотворены свободными с их задачей стать более совершенными. Но они не стали утруждать себя в этом усилии. Это трудно, это крайне напряженно. И души охладели в своей любви к Богу. Не случайно, замечает ориген, слова «псюхэ» и «псюхос», греческие слова «душа» и «прохлада», очень похожи. Почему же душа названа именем души, которое по-гречески обозначается словом «псюхэ»? Не потому ли, что она охладела из божественного и лучшего состояния. Лишь только одна душа смогла выполнить эту задачу, смогла стать совершенной. Это душа Христа. Это та душа, которая потом станет человеческой душой Господа нашего Иисуса Христа. Еще одно положение, которое осуждено на Пятом Средственном Соборе, это учение о конце мира. Это учение, которое получило название апокатастосиса, всеобщего возвращения. Ориген рассуждает очень просто. Если Бог благ, то Он хочет, чтобы все спаслись. А если Он всем могуч, то Он, разумеется, может это сделать. Как это произойдет, мы, конечно же, не знаем. Но мы знаем, что Бог не может допустить такого, чтобы даже сатана мучился в аду. Поэтому все спасутся. А как спасутся? Конечно же, в новых телах. А какие это будут тела? Ну, разумеется, размышляет Ориген, они не будут нашими. Но ведь как-то нехорошо представить себе, что опять наши тела, которые страдают, которые испытывают боль, которые у многих становятся некрасивыми в старости, болезненными, слабыми. Неужели же в такой материи наши тела возродятся? Нет. Вся телесная субстанция будет такой чистой и очищенной, что ее можно представить себе наподобие эфира. Итак, подведем некоторый итог. Какие же положения на Пятом Вселенском Соборе были анафематствованы? Во-первых, предсуществование душ. Ну и, разумеется, вытекающее отсюда их переселение. Во-вторых, что и Адам тоже, первый человек, был создан не воплоти, а первоначально были сотворены некоторые умы, то есть только лишь души. А тела, тела Бог даст людям потом, чтобы не отпали души столь же далеко в бездну, как сделали это бесы вместе со своим предводителем сатаной. Тело является для человека, так сказать, неким костылем, некоторой подпоркой, которая помогает душе не отпасть. Следующее положение анафематствовано на Пятом Вселенском Соборе – это воскресение в эфирных телах. Это будут не просто эфирные тела, это будут сферические, шарообразные тела. А иначе как можно представить себе бессмертие? Неужели в нашем не очень совершенном теле, который постоянно рискует потерять то руки, то ноги, то в самом худшем случае голову? Ну и, конечно же, апокатастосис – всеобщее спасение. Таким образом, роль Оригена в христианской философии огромна по различным положениям. С одной стороны, Ориген впервые вводит платоновскую философию. Эта философия оказывается очень полезной и для развития христианского богословия, и для опровержения различных ересей. А с другой стороны, увлечение Оригеном платоновской философии зашло столь далеко, что он даже предпочел Платона христианству, будучи не в силах объяснить при помощи платоновской философии многие христианские положения. И это, разумеется, церковь не могла одобрить. Но даже Ориген не смог создать систему. Его работа о началах была такой попыткой создания системы христианского богословия, основанная на философии. У Оригена не получилась система христианская. У него получилась система более платоновская, чем христианская. А вот христианская философия создана будет блаженным Августином. Но о нем мы поговорим в следующий раз. Спасибо.